Вы когда-нибудь видели НЛО? А я его делаю. Эта разработка настолько уникальная, настолько необычная, что она точно, абсолютно, как минимум, вам интересна. Но если в ближайшее время, через год-два, максимум пять, вы на нем будете летать в гости, как на обычном такси, тогда я не зря сегодня рассказал об этом. Но в любом случае, я рассказал не зря. Подписываемся, ставим лайки и поехали! Что такое три по двести и ТД Бигайра? Это концепты. Практически это один и тот же концепт. Концепт аэротакси будущего. Его задача приземляться на неровные поверхности, взлетать практически вертикально и перевозить большие грузы при большой энергоэффективности. Именно поэтому этот проект так интересен. Мои коллеги разработали профиль пропульсивной тяги, это теперь так называется, это пропульсивная тяга. Почему? Потому что именно за счет этого профиля и необычной схемы отбора воздуха и других ноу-хау, это изделие будет летать с большой скоростью, с вертикальным взлетом и посадкой. Я взял за основу проект, рисунок, посчитал площади, которые необходимы дополнительных крыльях при классической аэродинамике, не учитывая аэродинамику, которую нужно еще проверить, продуть в цаге и так далее, то есть достаточно большой объем работы. Далее, скомпоновал так, чтобы можно было быть уверенным в том, что должна летать. Вау, что получилось! Круто! Не отходя далеко от общей концепции аппарата, которую предложили наши коллеги, я спроектировал некоторые дизайнерские решения и таким образом сделал достаточно эффективный переход. Более того, я сделал прототип летающий. Ну, мне было бы удовольствие поработать в этом направлении, это интересная научная задача, и он у нас полетел. Общую концепцию профиля и всю аэродинамику просчитывала команда и заказывала создание макета именно команда Павла Викторовича Булата. Это основатель новой школы аэродинамики в России. Очень уважаемый человек. Я имею ввиду, что это не просто дизайнерское решение. Это решение именно основанное на науке. Исходя из этого, добавил посадочные модули, опорные площадки, которые устанавливаются на заканцовку крыла. Крылья развернул вниз. Таким образом у меня получилось и крыло, и посадочная опора. Ну, и передняя стойка шасси, убирающаяся, где расположена фара. Ну, остальные детали нормально все покрашены, все готово. Все элементы. Ну, там еще амортизаторы. Ну, проводку тоже сделал. Поэтому, ну, как-то так пока что. Мы спроектировали, создали матрицы. Из матриц сделали детали. Детали изготавливали из полиэфирной смолы. Нанесли специальное химическое вещество, которое позволило сделать хромирование стекла на пластике, на композите. Ну, и после этого подготовились, сделали максимально похожим аппарат. Это настоящий. Так как он будет по выставкам ездить, этот аппарат у нас достаточно большой. И наш русский брат говорит, что он что-то делает важное. Что вы делаете, сударь? Я больше клею. А зачем вы отлепляете то, что я приклеил? Ты неправильно приклеил. Я понимаю, что этот аппарат на выставках будет представляться как ученым, специалистом, тем людям, от которых зависят многие решения. Но также я понимаю, что этот макет увидят просто обычные люди. И чтобы они смогли адаптировать его психологически к экосереде, в которой они живут. Именно поэтому мы постарались сделать дополнительное освещение. Фары какие-то, поставить диодные огни. Для того, чтобы показать, что это максимально живое действующее изобретение. Да, корпус получился шикарно. Все четко. Соплы, диоды сейчас ставлю. И, ну, нормально все получилось. Лех, привет. Слушай, у меня тут брак посыпался везде по краске хромированной. А у тебя, может быть, есть пленку, которую вот сюда можно будет наклеить вот так. И вот самое сложное место вот такое. Ну, с остальным вроде справились. Но это пипец просто. Все посыпалось. Херово нам нанесли. Диодные огни сзади. Мы показали, где у нас идет воздухозаборники, где у нас идут сопла реактивной тяги. Ну и так далее. То есть, постарались максимально детально проработать этот вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже отправили эту историю в Петербург. И вот сегодня она приходит. И мы, конечно, ждем сегодня комментариев, каких-то слов по поводу того, насколько им понравилось или не понравилось этот аппарат. Но не понравиться не может. Поэтому не забываем подписываться, ставить лайки. И оставайтесь на моем канале. Бегак ТВ. Дневник авиатора. Влог длиной в год. До связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот от меня новогодний подарочек. Так что, детки, кто споет песенку, тот получит этот подарочек. Когда поете песенку, не забывайте 1 миллион долларов перечислять на мою карточку. С Новым годом, друзья! С Новым годом, друзья!